Всем привет! Вы на канале Шить для себя это удобно. Сегодня мы с вами будем шить трусики. Трусики на большой размер. Для примера я вам показываю. Это не самая удачная модель для меня, но тем не менее смысл должен быть понятен. По форме удобных для вас трусиков вы перекраиваете, делайте себе выкройку. У любых трусиков есть сгиб. Вот если вы так складываете и переснимаете на бумагу, получается задняя половинка, а с этой стороны, если вы перекроите, будет передняя половинка. И ваши удобные трусики перекраиваете. Не забывайте о том, что здесь есть еще ластовичка. Я покажу вам выкройку своих трусиков, которые пользуюсь давно. И на базе их я моделирую все возможные. Например, с кружевом. Вот таким кружевом. Использую резиночку бельевую. Она продается в любом магазине. Вот бежевая. Значит, купила кулирку, хлопок и всего лишь 3% эластана. Это будет беж и беленькие. Сколько штук у меня получится, я вам обязательно расскажу. Значит, это метр. Белого полметра я купила. И для того, чтобы у вас выкройка осталась, может быть, кому-то будет очень удобно в тех трусиках, которые удобны мне. Я вам сейчас подробно покажу и расскажу. Итак, перед вами моя базовая основа трусиков. Очень-очень удобно. С высокой посадкой. На объем бедер 110. Обхват талии или на уровне пупка, где я их ношу 96 см. Мы чертим прямоугольник, у которого широкая сторона 25 см от середины. И проводим линию. Теперь начинаем с задней половинки. Откладываем от правого угла 28 см, затем 14 см и потом 25 см. Отложили, прочертили, перпендикуляры. Начинаем с задней половинки. От правого нижнего угла в сторону 2,5 см. Ставим точку. Вниз 6 см. Ставим точку. Соединяем эти точки между собой. Опускаемся на 0,5 см и проводим плавную линию, переходящую в боковой срез. Это бок. Это сгиб. Затем откладываем через 28 см, 7 см. Ставим точку и ее ровной линией соединяем с точкой 6. На расстоянии где-то 6-7 см делаем небольшую дугу. А здесь мы плавно, где-то посередине, мы уже плавно выходим на эту линию и соединяем с точкой 7. Теперь ластовица. Ластовица имеет изогнутую форму. И она соединяет переднюю половинку и заднюю половинку. Начало ластовицы. Вот это конец ластовицы. На расстоянии 5 см, здесь 4 см, через 3 см 4,5 см и вот на этом участке 4,5 см. Плавной линией соединяем ластовицу. Все цифры написаны. И теперь переходим к передней половинке. Опускаемся на 2,5 см. Здесь отступаем на 2,5 см и плавной линией соединяем. Ширина прямоугольника 20,5 см. Вот по эту линию. По середине от угла на 13 см мы расширяем. То есть эта половина равна этой половине. Здесь 13 см. И плавной линией соединяем точку 4,5 см. И все трусики. Вот мое лекало. И теперь с помощью этого лекала я делаю себе все возможные выкройки с кружевом, как я хочу. Вот так. Выкроила себе накальку. Не забываем, что здесь сгиб. Это половина трусиков. И вырезаю из трикотажа шириной шва где-то 0,7 см. Можно сантиметр, но потом немножко его подрезать. Вот такая выкройка. И вот на данном этапе вы можете планировать все возможные кружева. Например, вот. Вы можете уложить ее, это кружево, по центру. Можете уложить вертикально, как угодно. Можете из цельного кружева сделать себе переднюю половинку, либо заднюю половинку. Это уже творчество. Я вам покажу, как из обычной кулирки трикотажной, вот, например, кремового цвета, обычные трусики-недельки, как я их шью быстро, буквально за 15 минут. Хочу уточнить важное. Эта деталь одна со сгибом, эта деталь одна со сгибом, а таких деталей должно быть две. И очень важно, чтобы эти детали отличались друг от друга буквально на 3 мм по внутренним швам. На 3 мм, не больше. Можно вырезать одинаковые, а потом немножечко обрезать. Вот этим они будут отличаться. Итак, приступаю к раскрою. Вот так выглядит кулирка. У меня здесь полметра. И я вам хочу показать, как укладываются лекала трусиков. Складываем на нужную нам ширину. Сразу две пары, вот, например, я выкраиваю. Потому что получается здесь 4 слоя. Укладываю заднюю половинку. Напротив укладываю переднюю половинку. Вот, советую вам взять, если при таком размере где-то 55 см. Не 50, как я вот взяла, а 55. Я, конечно, выкручусь, но для неопытных лучше взять 55. Вот. И вот здесь укладывается непосредственно ластовица на вот этом участке. То есть, из такого количества полуметра кулирки, ширина, по-моему, 180, насколько я помню, получается трое трусиков. Кулирка стоит, я купила за 700 рублей. Полметра это 350 и делим на 3. Вот стоимость одних трусиков. Я считаю, что это очень удобно шить для себя. Выкраиваю все детали и начинаю сборку. Белые выкроила. Теперь уже, когда есть припуски, мне удобно выкраивать следующие. Белых из полуметра у меня получилось 3 штуки, при условии, что средняя часть переда, вот здесь одна у меня сточная получилась. Все остальное легло хорошо. Но я вам советую взять не 55, а 60 см. Вот смотрите. И получается вот такая удобная раскладка. И тогда у вас без всяких сточных швов будет получаться из 60 см трое трусиков. Очень-очень экономный вариант получается. И я начинаю выкраивать, как на фабрике, прям сразу их много и под машинку. Итак, приступаем к пошиву с трусиков. Нам будет видно хорошо, потому что все беленькое. С чего нужно начать? Нужно начать с того, что найти середину. И мы берем и сразу намечаем все серединки. Вот такие вот рассечки. Со всех сторон ставим. Именно в районе ластовицы. И на самой ластовице ее две. Как я уже сказала, вот две. Нужно сложить пополам. Одну ластовичку потом осноровим. Она должна быть чуть меньше. Вот здесь мы сложили пополам. И с другой стороны все складываем пополам. Это начало. Рассечки должны быть маленькие. Вот теперь впереди у меня лежит передняя половинка, сзади спинка. Укладываем ластовицу на переднюю половинку. Спинку пока убираем. В стороны. На лицо укладываем лицо. Совмещаем серединки. Вот рассечка. И снизу тоже лицо. То есть получается изнанка у нас будет внутри. Это важно. И затем скалываем и соединяем строчкой. Под машину и аккуратно все стачиваем. Какими я строчками буду пользоваться. Значит у меня у машинки очень много всяких строчек. Вот они трикотажные строчки. Ими можно воспользоваться. Но я буду соединять обычной строчкой. Обычной стачивающей. Попробую. Если она будет слишком жесткая. Тогда я воспользуюсь любой трикотажной строчкой. Вот что у меня получилось. То есть ластовица пришита изнутри. Вот так. Теперь я хочу вам показать фокус. Это все знают. Только неопытные не знают конечно. Вот смотрите. Наша задача пристрочить к ластовице спинку. Для этого мы перед вот так сворачиваем трубочку. Аккуратно. Вот так. Теперь ластовицей огибаем. Вот что получается. И теперь сюда укладываем спинку. Вот это лицо. Наша задача соединить центры точно так же и соединить. Вот таким образом. Таким способом мы запаяем изнутри. Вот сейчас я соединю и покажу что получается. Еще раз показываю. Вот оно как лежало так и лежит. Теперь спинку укладываем. Соединяем. Рассечку с рассечкой. Можете сразу заколоть. Можно двумя строчками делать. Сейчас прострочить. А потом еще раз. Вот. И накрываем сверху другой ластовицей. Вот так. И тогда у нас будет все внутри запаяно. Если вы будете всегда ориентироваться на серединку, у вас ничего не перекосит с собой все ровно. Строчу я где-то на 0,7 до сантиметра. Шире не надо. Вот я строчку сделала. И теперь мы выворачиваем все. И вот такая обработка получилась. Нужно все это приутюжить. При желании, кто хочет, можно эти участки отстрочить. Но я думаю на белье это делать не обязательно. Теперь нужно сложить лицо с лицом тросики и обработать боковые. Я буду обрабатывать просто стачаю и обработаю на верлоке края. Можно сделать выворотным швом. Сначала на лицо соединить маленьким таким тонким швом. Потом вывернуть и с изнанки прострочить. Это при условии, если у вас нет оверлока. Можно и так, и так. Боковые я обработала. Просто стачала, обработала на оверлоке. То же самое с этой стороны. И теперь то, о чем я говорила. Смотрите, когда мы будем заворачивать, нам нужно, чтобы нижняя ластарица была под натяжением. Вот так. Поэтому берем аккуратненько сейчас на данном этапе и немножко ее подрезаем. То есть укладываем и вот так 3 миллиметра где-то обрезаем. Обрезали. А теперь соединяем по краю. И я прокладываю просто стабилизирующую строчку. Соединила здесь. Тут тоже обрезаю, натягиваю и соединяю на участке ластовицы. Мне просто так удобно. Одну сторону я соединила. И теперь вот эти вот участки подрезаю или осноравливаю. Вот с одной стороны. Теперь переворачиваю это с этой стороны. Видите? И под натяжением соединяю с этой стороны. Все то же самое. Такой нюанс позволяет ластовице вот здесь иметь натяжение и не собираться. Это я уже заметила просто в процессе эксплуатации. Вот что получается. Здесь на вот этом участке также осноравливаем немножко. Делаем линию ровной. И теперь я отрезала 3 резиночки. Резиночки у меня вот такие. На самом деле они могут быть любые. Растяжение у них разное. Вот я замерила себе в районе талии. У меня получилось где-то 65-67. И на 5-6 сантиметров меньше по линии бедра. Вот здесь. Вот поэтому что мы делаем? Вы можете начинать как с верхней части, так и в районе ног. Вот как вам удобно будет расположить, вам решать. Но нужно плавочки вывернуть на лицо. То есть начинаю я с ластовицы, где-то с середины. Вот где-то отсюда. Беру, значит, те, которые предназначены для ног. Сейчас посмотрим. Которые покороче. Вот она она. Вот. Беру ее. Укладываю. И нужно настроить... Вот здесь у меня настройка. Вот здесь я выбираю. Мне нужен зигзаг. Вот. И зигзаг, который вот такой. То есть я ставлю ширину стежка где-то 3,5. Ну вот, до 4, пускай будет так. И частоту стежка, ну, наверное, полтора. Вот так. И все. И буду пристрачивать резиночку. Вот. Сначала мы укладываем, как я уже сказала, на лицо. И сюда лицо, лицо с лицом. Эту часть слегка заворачиваем. Укладываем. И теперь под небольшим натяжением, не надо сильно натягивать. Вот буквально на чуть-чуть. Где-то на сантиметр. Если вы взяли 3 сантиметра, то растягиваете его до 4. И пристрачиваете. И стараетесь попадать до вот этого желобка в резиночке. Чтобы желобок был виден со стороны лица. Вот такая задумка. Маленький нюанс. Я поменяла на обычный зигзаг. Поставила где-то около 4. И частота стежка 2,2. Так будет лучше, девочки. Я попробовала. Мне не понравилось. Слишком часто. Натягиваю немножко резинку. И помните, что конец иглы должен проходить возле бортика. Я сейчас покажу, как это выглядит. Прострочу немножко. Край должен уравниваться со срезом ткани. Вот что получается. Посмотрите. Видите? Как можно ближе к тому бортику, который вы хотите, чтобы его было видно. Вот так. Вот это далеко. Поближе. Вот. И я продолжаю в таком же темпе все края обрабатывать резиночкой. Немножко подтягивая. Немножко подтягивая. Еще раз говорю. И вот если вы взяли 3 сантиметра, подтяните его на 4. То есть на 1 сантиметр. Вот и у вас все получится. Не бойтесь. Нужно один раз попробовать, а потом вам это даже понравится. Белье шить для себя совсем-совсем не сложно. То есть совсем не сложно. Аккуратно тоже вот здесь можно осноровить немножко. Можно просто уложить ровненько, а потом осноровить. И я продолжаю. И на вот этом участке, где мы будем соединять, тоже покажу, как это сделать аккуратно. Вот я почти дошла до конца. Теперь вот этот уголочек в сторону отгибаю. Этим накладываю. И вот смотрите, у меня тут немножко лишнее осталось. Я его сразу не отрезаю, потому что я должна замерить. И точно так же отрезать от второй резиночки, чтобы они у меня были симметричны. И нахожу. Вот так. Ставлю закрепку. Отрежу потом. Вот здесь получается вот такой достаточно аккуратный стык. Все. И теперь наша задача, ну, посмотреть равномерность обязательно. Все ли равномерно. Вот. Теперь отгибаем в сторону. Вот так. И теперь меняем именно на ту строчку, на которую я говорила. Так, у меня она по цифре 6. Ставим 5. И где-то с частотой, ну, тоже где-то 2-2,5. Вот так. И будем настрачивать поверху, поверху, отгибая резиночку в сторону. Вот так. Начнем непосредственно с вот этого участка. Чуть-чуть дальше. Там, где у нас уже начало получаться, вернее, у меня. Вот. Устанавливаем. И так, чтобы край иглы попадал вот здесь вот в край бортика. Отгибаем. Вот так натягиваем. Получается вот такой зигзаг. Вот так ровненько укладываем. Вот что получается. Все эти настройки, они очень индивидуальны. Вы можете поставить не 5, как я, а 4. Тогда он будет потоньше. С изнанки вот что получается. И вот таким образом, отгибая в сторону, придерживая, можно поставить 4, вполне возможно. Сейчас я поставлю 4,5. Чуть-чуть поуже. Да, наверное, вот так. 4,5, девочки, будет хорошо. А густота 2,5. Так мне больше нравится, посмотрите. Вот, потоньше и поаккуратнее. Большой разницы не видно, но тем не менее, так поаккуратнее. И вот так я буду обрабатывать левую, правую ногу и вверх. Все одинаково. То есть, вот здесь у меня где-то сантиметров 5 осталось. Но все зависит от эластичности резинки. Поэтому вы отрезаете с запасиком всегда и вот так натягиваете где-то на 10%. То есть, если 3 отложили, на 4 растягиваете. И у вас будет хорошая сборочка. Я дострочила до конца. Вот, смотрите, так выглядит лица с изнанки. Если у вас выходит немножко трикотаж, вот как у меня, берете ножнички и аккуратно, аккуратно вот так его подрезаете. Совсем немножко. И все. Я продолжаю шить свои трусики. Вот, обязательно покажу, что у меня получилось в итоге. Девочки, хочу уточнить. Смотрите, я сразу приколола резинку и выпустила столько же, сколько на второй резинке. И теперь плавно вот так натягиваю. Вот так все натягиваю. И получается нормально, точно так же. Посадка такая же, как и на предыдущей ноге. Точно так же перестрачиваю. Это важно, чтобы резиночки между собой были одинаковые. Плавненько вот так натягиваю теперь, чтобы выйти на эту же длину. Все, я продолжаю. Вот здесь заканчиваю точно так же. Ну все, работа готова. Так выглядят мои трусики. Смотрите. Все очень-очень аккуратно. Как я уже сказала, у меня из 50 сантиметров, ну лучше взять 60, а получились три штучки. Трое белых трусиков. Вот они. Смотрите. Только есть небольшой нюанс. Одни трусики сточные по передней половинке, ну или по задней, как у вас укладываются. Но для меня это не критично. Изнутри я обработала аккуратно верлаком. И мне это даже нравится. Вот. У меня еще получились бежевые из метра. Получилось еще дополнительно 6 штук. И что я еще хочу уточнить. Вот это количество. Посмотрите, сколько много трусиков. Вот. Такой момент, чтобы вам было попроще. Резинку по верху я отрезала 65-67 сантиметров. То есть по верху. А по ножкам 55. Этого достаточно. Чтобы рассчитывать. То есть сами рассчитывайте, сколько нужно для одних трусиков. В районе 2 метров. Такой расчет. И еще хочу вам сказать, что если вы делаете четко по моей выкройке, то эти трусики получаются на размер где-то 54-56. Это вот такие побольше. Большенькие получаются. Сейчас я вам покажу, в чем разница. Вот. Смотрите. Чуть-чуть больше. Я сделала себя поменьше. И полностью по этой выкройке без припусков пошила. Если делать припуски так, как я рассказывала в начале, то у вас получится чуть-чуть больший размер. Размер для моих бедер 110 и обхвата талии в районе пупка, получается, если вырезать четко по этим контурам. Вот такое маленькое уточнение. Ну и как бонус хочу вам показать еще одни кружевные трусики, которые я для себя пошила. И они из сеточки. Вот. Специальная сетка бельевая продается. Сверху уложила кружево. Выкройка та же самая. В районе ластовицы уложила трикотаж, который остался у меня от пошива трусиков. Вот. И получились чудесные трусики под белые брюки, которые я уже пошила. Вот. Мне очень-очень нравится. Если информация, которую я сегодня вам рассказывала, была для вас полезной, поставьте пальчики вверх. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнать о всех новинках, которые выходят на моем канале. Ну и, конечно же, творите. Пишите комментарии. Расскажите, что нравится, что не нравится. Мне для меня это очень важно. Всем желаю творческих успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова